В чем порог сложившегося административного строя в Забайкалье? В кумовстве и пренебрежении федеральными законами. Такие формальности в кавычках, как проведение торгов, конкурсы на те или иные услуги, отброшены как назойливо мешающие. Уже нет необходимости соблюдать даже формальные рамки приличий. Самый яркий пример предприниматель Аладин Мамедов, лучший друг администрации, он изовел желание приобрести участки земли в историческом квартале города. И чиновники всеми силами ринулись выполнять его желания. В декабре прошлого года телеканал ЗАП-ТВ уже поднимал вопрос по этой теме. Мы должны понимать, что при совокупности всех составляющих из Забайкальского края будет передаваться объект, минимальная стоимость которого 45 миллионов рублей. Все здания, которые находятся в Паралине Осипенко, 18 Ленина, 75, 56, 58, выявленные объекты культурного наследия, они составляют единый историко-культурный ансамбль. Поэтому целесообразность строительства какого-либо там торгового центра или другого иного здания мы считаем невозможным. Для того, чтобы господин Мамедов смог забрать этот участок, а он состоит из двух частей, необходимо провести ряд обязательных манипуляций. Во-первых, депутаты городской думы должны проголосовать за внесение изменений в генеральный план и поменять назначение земель для этих двух участков. На сегодняшний день один из них находится в бессрочном пользовании Учетинского политехнического колледжа. Назначение этого участка для учебных целей. Вторая часть в собственности города. Предназначен этот участок под парки, культуры и отдыха, а также благоустройство территории. Если этот участок был бы в собственности, тогда собственник этого участка, наверное, мог бы построить на нем все, что разрешено законом. Если он находится, наш муниципальный, его ни в коем случае, конечно, никуда передавать не надо. Это мое, опять-таки, личное мнение. Однако в Думе 30 депутатов. Если все-таки тем чиновникам, которые лоббируют интересы Мамедова, удастся протащить вопрос изменения назначения земель и передачи этих участков в собственность края на заседании Думы, вопрос будет решен, скорее всего, положительно. Тем более, что, отвечая на наш запрос главе городского округа Евгению Ярилову, нам пояснили, что инициатива по реализации этого инвестиционного проекта подготовлена на основании протокола совещания заместителя председателя правительства Забайкальского края Татьяны Цемпиловой. Но здесь возникает вопрос, почему лакомые участки центральных улиц нашего города раздаются по заказу? Достаточно только назвать предпринимателя-инвестором, который обещает на первом этаже здания периодически размещать какой-то выставочный центр. Почему этот вопрос не выносится на конкурсную комиссию? Почему нет аукционов и общественных слушаний? Почему не побеждает сильнейший, который предложит наибольшую цену? И вообще, в какой момент и, главное, для чего в Чите возникла острая необходимость в выставочных центрах? Я специально проехал, посмотрел. Небольшой участок, где-то там, ну, наверное, соток 10-12, максимум 15. Линия застройки очень плотно идет по Ленина. Поэтому, если сделать из него, пусть будет мини-парк, пусть будет не то, что там, как у нас шахматный парк большой и так далее, ну, по крайней мере, нужно делать место для отдыха гаражам. Ни в коем случае. Ни торговых центров, ни каких-то, я не знаю, там, что хотели сделать там. Ну, якобы выставочные центры. Выставочные центры. У нас на Ленина один выставочный центр не загружен на 100%. Что там у нас? Прямо там ежедневно выставки какие-то проходят. Даже если вдруг там действительно появится выставочный центр, а не очередной торговый, сколько парковочных мест потребуется? Плотная линия застройки, исторические кварталы, по закону. Все новые строения должны быть выдержаны в едином стиле. Но мы же знаем, как у нас обращаются с законами, в том числе с федеральными. Тем более люди, приближенные к самому главному варягу нашего края. Аладин Мамедов является соучредителем и гендиректором Атамановского пищекомбината. Единственным учредителем стройфирм ДВМ Чита и Райс. Владеет кафе Аура. Он возглавляет азербайджанскую диаспору в регионе и входит в общественную палату Забайкальского края от губернатора Александра Осипова. Рассматривая деятельность этого предпринимателя, в первую очередь на ум приходят истории с разработкой дизайн-кода Читы. Мамедов разработал, как указывают, предконцепцию дизайн-кода для компании Егора Пономаренко за 18,8 миллиона рублей с 25, в целом потраченных на эту услугу. Однако вскоре выяснилось, что предложенный проект – это точная копия дизайн-кода, разработанного общественником Максимом Резвых совершенно бесплатно. Все обвинения в плагиате и краже авторской работы разбились, остальные стены следкома уголовное дело так и не завели. Хотя стоимость подобных работ у ведущих студий страны в несколько раз меньше, чем было потрачено на разработку дизайн-кода столицы Забайкалья. А еще Мамедов большой специалист по скупке выгодных земельных участков. Один из них находится на улице Инструментальной, где в 12-м году началось строительство гостиничного комплекса. Началось, да, но вскоре было брошено. Теперь на этом участке возвышается долгострой, проще говоря, заброшка, прибежище бомжей и место для опасных детских игр. В случае с участком на Ленина-75 идея любого строительства в этом месте выглядит сомнительной. Высока вероятность повредить исторические здания, да и идея необходимости в выставочных площадях выглядит как предлог захватить земли в центре города.